всем привет меня зовут вера величко я руководитель и арт-директор all studio наша студия занимается аутсорсом игровой графики очень рада всех вас видеть такой формат довольно необычный но здорово что у нас есть такая возможность встретиться онлайн большое спасибо девкам за организацию этого мероприятия ну что друзья как настроение как ваша удаленка как проходит ваша самоизоляция я расскажу сегодня о том как oval studio переходила на удаленную работу какие инструменты для этого мы использовали как были налажены наши процессы с какими мы столкнулись вопросами в процессе и какова сейчас ситуация по эффективности команды по психологическому состоянию команды что очень важно в текущей ситуации и что мы планируем делать дальше то как удастся перевести процессы на удаленку сильно зависит от того в каком состоянии они находятся на момент перевода ну конечно одно дело когда команда создавалась изначально как распределенные удаленные до целиком например команда которая работает через онлайн из разных точек или какой-то отдельная часть департамент да а здесь мы с вами столкнулись ситуации когда наши оффлайн процессы потребовалось в срочном порядке провести на удаленку и то как процесс будет переведен насколько это будет насколько это будет эффективно будут ли какие-то потери и так далее это очень сильно зависит от того как о какова была система как были организованы процессы на момент перехода здесь есть один главный принцип чем больше процессов сосредоточено онлайн и чем больше они как бы упорядочены уже по какой-то системе тем меньшее значение имеет положение конечного исполнителя да ну там грубо говоря ведем ли мы проекты на доске который висит у project manager или в переговорке да там где-то или мы ведем их документации онлайн для нас оказалось в общем нашим везением в этот момент что все наши процессы по студии были на 90 процентов сосредоточены в онлайне и мы использовали для этого следующие инструменты в принципе при любых разговорах о удаленке распределенной команде нужно настроить эти инструменты ну первая история таск-менеджер у большинства геймдев компании таск-менеджер присутствует как часть процессов любое пространство в котором мы ставим задачи мы его в студии работаем через жира также может быть там asana trail и еще какие-то там таск-менеджеры в принципе достаточно большое количество мы как-то исторически так сложилось что работаем с жирой все задачи которые ставятся в студии все проводятся через жиру при этом для нас как для аутсорс компания очень важно учитывать сколько времени было затрачено на каждую конкретную задачу для того чтобы это было возможно мы вели практику логирования в конце каждого рабочего дня все исполнители логируют свое время в соответствующие таски это привело к тому что все даже самые маленькие задачи проводятся через жиру то есть ну например вот нужно человеку там выполнить какую-то буквально минутную задачу там покрасить кнопку в перекрасить из зеленого в красный это время там 20 минут может быть и такую задачу достаточно легко поставить устно просто прийти в open space и сказать кто свободен кто мне кнопку может покрасить там человек скажет я вот сейчас жду фидбэка накрасть кнопку но вечером когда исполнитель сядет логировать время он значит будет вспоминать на что он потратил свой рабочий день и вот он обнаружит эти 20 минут и скажет а куда я их логирую и в этой связи у нас возникла культура заведения тасков на все на все рабочие задачи даже самые небольшие на какие-то активности если у нас там например есть какие-то собрания обсуждения и так далее мы тоже логируем это время в таске и мы всегда можем отследить сколько времени на что ушло соответственно это привело к тому что все задачи проходят через жиру и не было на момент нашей рассадки на удаленку не было культуры поста постановки задач вот просто словами что сейчас нам очень помогает потому что все уже как бы привычны не пришлось переучиваться второй инструмент это файловое хранилище да там мы используем c файл это бесплатный инструмент в принципе он похож по своему функционалу на dropbox это инструмент позволяет это облачное хранилище он предоставляет облачное хранилище также предоставляет возможность развернуть хранилище на собственном сервере как в нашем случае у нас все это хранится на наших серваках можно взаимодействовать с этим хранилищем через веб-клиент можно скачать клиент на компьютер синхронизировать папку взаимодействовать по вот как с любой папкой на своем компьютере просто работать напрямую из этой папки будет синхронизация со всеми папками в системе будет история сохранения и так далее тому подобное у нас была введена систематизация c файла мы в какой-то момент ее провели и сейчас существует определенная система у нас есть личные папки каждого исполнителя есть проектные папки каждой проектной папке сразу заводится структура еще на самом старте проекта вот к нам приходит проект например но условно говоря нам приходит заказ от матч 3 мы сразу знаем что там будет работа по фанам по интерфейсам по персонажам по фишкам там и так далее то мы сразу заводим соответствующую структуру папок заводим раздел ворк что значит они в работе заводим раздел финал заводим раздел фидбэков и потом процессе работы менеджер проекта следить за тем чтобы эти папки своевременно заполнялись каждый вечер чтобы там появлялись актуальные файлы и так далее если например файл идет на опров сразу вопрос идет исходник лежит там где нужен или не да там ну как бы мы за этим следим и таким образом мы избегаем ситуации как когда какие-то исходники у кого-то остались на личном компьютере да там в личных папках художников тоже введена практика структуризации всего этого по названию проектов и так далее тому подобное и сейчас поскольку мы уже отработали эту историю мы точно знаем что в какой бы момент нам не понадобились какие-либо файлы по какому-то из проектов мы скорее всего найдем их все файлы просто по логике вещей по названию проекта в соответствующей папке следующий инструмент это мессенджер в нашем случае это дискорд мы в дискорд перешли несколько лет назад со скайпа когда там уже стало очевидно что это не самый удобный мессенджер для внутренних проектов мы провели там исследование внутренние голосования остановились на дискорде в дискорде на данный момент у нас несколько десятков чатиков и там то есть там есть определенная структура дан то есть у нас есть раздел корпоративных чатов которые связаны со всеми нашими активностями там общий корпоративный чат в котором проводятся важные там какие-то сообщения чаты флудильный совет не там едальни и прочее чаты по совместным активностям типа там танцев игры рисовашек каких-то обучающих активности и так далее вот есть по каждому проекту который мы ведем также отдельный чатик в котором ведется все обсуждение и организационные чаты там чат или дартистов например и так далее эта структура позволяет создать вот эти виртуальные переговорки в которых очень легко потом вести созвоны на нужную тему то есть не нужно каждый раз собирать конференции с конкретными участниками куда-то там рассылать ссылки или еще что-то делать там новые создавать чаты в skype call и так далее у нас по большинству направлений по которым нам требуется постоянное обсуждение уже есть готовые переговорки вот поэтому списался созвонился в определенном месте везде сохраняется история важная информация по каждому разделу сохраняется в закрепе чата в этом довольно легко ориентироваться ну игрок корпоративные веки в нашем случае это confluence продукт который идет в связке с джирой он интегрирован в джиру соответственно это хранилище документов которые позволяют заводить документацию какие-то там таблицы и прочее прочее и напрямую интегритант там таймлайн и там ничего есть определенной системы виджетов и позволяет это все дело напрямую интегрировать с чирой там например создавать таймлайны туда же встраивать таски сразу в джире видеть состояние этих тасков и отслеживать работу и есть определенная опять-таки культура дам структуры этих документов вся документация делится на пространство в каждом пространстве есть своя иерархия и есть люди которые отвечают за введение той или иной документации перед тем как перейти на удаленку мы создали ну то есть мы прикинули как это должно происходить до создали вот эту вот карту процесса в голове визуализировали решение перейти на удаленку было довольно быстрым то есть это случилось 4 4 недели назад за две недели до карантина мы перешли до старта там не карантин вернет самоизоляции вот за две недели до старта самоизоляции мы перешли причем я в тот момент была на своей последней конференции оффлайн конференции в этом году я ездила в новосибирск и пока у меня там была подготовка конференции так далее вот я приезжаю в понедельник понимаю что как бы ситуация до усложняется нужно переводить команду на удаленку вечером в понедельник пишу инструкции и все ну то есть прописываю вот этот вот порядок перехода пишу все наши процессы и как бы визуализирую вот эту вот всю историю вот этот user story да кто кому идет где какие тоски получает где как там кто с кем общается и так далее пишу инструкции во вторник объявляем команде и в среду команда уже сидит на местах во вторник мы провели рассылку необходимые аппаратуры там потому что у среду да там кто-то мог кто не мог провели рассылку необходимые аппаратуры на места где-то у кого-то кто у кого была проблема с техникой для организации нормального рабочего места. И уже в среду у нас команда работала на удаленке. Я переживала по двум моментам. Я переживала по поводу эффективности. Будет ли у нас потеря времени на созвонах, там каких-то коммуникациях и так далее. Будет ли нам сложнее отслеживать качество. Будет ли потеря контакта с исполнителем. Будут ли потери и снизится ли эффективность. И второе, за психологическое состояние команды. К психологическому состоянию мы еще вернемся. А вот по поводу эффективности я дальше расскажу на конкретных примерах. Но ничего не произошло. Для конечного исполнителя, для художника практически ничего не поменялось. Во вторник они работали из офиса, в среду они работали из дома. Самая большая какая-то головная боль пришла на менеджеров. Вот менеджеры, мы там сходили с ума первые полторы недели, привыкая к новым процессам, потому что все, что... То есть мы именно с менеджерским составом очень много общались именно вживую, да, там переходя друг к другу. Например, менеджер по всем процессам внутренним в студии, она бегала по всем этажам, соответственно, и постоянно как бы держала прямой контакт с художниками. И пришлось здесь как-то все это перенастраивать. Первая неделя была довольно стрессовой в этой связи, но потом уже мы устаканились. Но она была стрессовой не столько потому, что что-то пошло не так, сколько потому, что нужно было вместо одних инструментов использовать другие. Соответственно, из вот этого вот такого, да, маршрутного листа, что должно быть обязательно прописано, чтобы команда перешла на удаленку эффективно. Основной принцип здесь состоит в том, что вся логистика должна быть известна, да, вот инструкция как бы кто, кому, что, кто за что ответственен, где что лежит, кто что делает. Каждый должен четко понимать, как он действует здесь. И для того, чтобы такое понимание сложилось, вот какие мы продумали пункты. Значит, должностные инструкции – это определение зоны обязательств каждого человека. Если речь идет о конечном исполнителе, например, там художник, программист, там, в принципе, и так понятно, что он делает. Он берет задачу и исполняет ее. Для таких вот связующих элементов или разносторонних исполнителей это может быть сложнее. Например, человек там немножко геймдизайнит, немножко менеджерит проект, еще он там чуть-чуть темлит, частично продюсер там и так далее, там подобное, да, или просто менеджер по всему. Вот. И здесь очень важно определить действительно для таких людей четко их зону ответственности и их должностные обязательства. Вот это мы с одной стороны смотрим. То есть мы определяем должностные обязательства каждого человека. Со второй стороны мы смотрим на процессы в целом. То есть что они составляют из себя, да, там процесс разработки, процесс проведения клиента, создания документации, юридические, там еще какие-то. И смотрим, по всем ли направлениям у нас есть ответственное лицо. Определяем зону ответственности. Перепроверяем порядок хранения файлов и жизнь этих файлов, да, в какой момент, в каких папках или директориях что мы заводим, и кто отвечает за то, чтобы в нужное время, в нужных местах появились нужные файлы. Да, то есть вот порядок, в принципе, жизни информации, файлов и документации на протяжении всей работы. Соответственно, порядок ведения и хранения документации по гайдлайны по проектам, сомапы по созвонам, видеозаписи созвонов. У нас есть такая практика с разрешением клиента. Мы записываем созвоны на видео для того, чтобы потом, впоследствии, при необходимости, его можно было пересмотреть, пересмотреть с художником, там, ну и так далее. Соответственно, порядок работы по всем типам задач. Что это значит? Ну вот, например, жизнь проекта игрового, она примерно одинакова. К нам приходит клиент, он приносит ТЗ. Определяется ведущий художник по проекту в зависимости от специализации, ведущий художник по проекту ознакомляется с ТЗ, определяет, все ли ему понятно. После ознакомления с ТЗ, он заводит таски, таски расставляются на исполнителей. Каждый исполнитель при работе с таском ставит галочку «In progress», когда он начинает работу с этим таском. После этого у каждого проекта есть, там, несколько стадий, примерно одинаковые стадии работы по графике. Это черно-белые эскизы, цветные эскизы, там, финализация. И черно-белые эскизы опруются там сначала внутри, потом с клиентом, затем цветные эскизы опруются сначала внутри, потом с клиентом, потом финализация, на протяжении всей работы чекается каждый вечер внутри, и в конце опруются с клиентом. Каждый участник процесса знает, как этот процесс происходит. И так происходит с любыми процессами, с созданием графики, с процессом, там, заведения юридических документов, смет, сверки, смет в позиции, смете с позициями в джире, там, перепроверка всех вот этих тасков и так далее. Здесь должно быть определенный порядок работы по каждому виду задач, и каждый участник этого процесса должен понимать этот порядок. И в случае, если у нас появляется новый процесс, как только есть возможность его систематизировать и описать, мы его систематизируем и описываем. И если в текущем процессе у нас точка мискоммуникации, кто-то что-то не узнал, например, то очень важно не просто там сказать, а, ну, тогда смотри вот здесь, а понять, где произошла мискоммуникация и как нужно откорректировать, вот, ну, вот эту инструкцию общую, да, для того, чтобы в следующий момент этого не происходило. Порядок рабочего дня. В офисе порядок рабочего дня устанавливается сам собой. Мы приходим в офис, рабочий день начинается, потом у нас обед, на обед обычно в той или иной степени ходят все примерно в одно и то же время, да, там, обедают компаниями и так далее. Потом рабочий день заканчивается, мы идем домой. Порядок рабочего дня на удаленке важно формализовать, потому что об этом тоже мы еще позже поговорим, он имеет тенденцию мутировать немножко. Соответственно, нужно определить время старта, время обеда, время окончания и то, как мы приступаем к работе, как мы завершаем. И точка контроля процессов. Это ключевая история не только на удаленке, но и в принципе, но если вживую у нас есть возможность пройтись по предприятию своему, я, например, как руководитель студии, если мы все сидим в офисе, а у нас до перехода на удаленку удаленно работало два человека, все остальные сидели в офисе. Вот, то в момент, ну да, и в любой момент была возможность просто пройтись по офису, как бы и подсмотреть, что происходит здесь, такой возможности нет, смотреть онлайн, у каждого там потыкать, спросить, это та еще история. Поэтому очень важно, чтобы были точки контроля процессов, критически важные, чтобы все причастные к процессам люди эти точки понимали и знали. Я дальше расскажу о том, как эти точки сформированы у нас. Соответственно, при подготовке к переходу. Мы посмотрели на свою систему, мы посмотрели, что у нас есть, что у нас уже налажено и работает, как должно, а что нам нужно наладить. Средства коммуникации, в принципе, у нас показывают себя хорошо, и сейчас мы справляемся с текущей коммуникацией. Например, мы не используем какие-то новые методы онлайн-созвонов и так далее. У нас прекрасно с этим справляется дискорд, с демонстрацией экрана при необходимости и так далее и тому подобное. Демонстрацию с камер может делать. Вот. Мы посмотрели на процесс, мы посмотрели, что потребует корректировки перед переходом, и вот такой вот у нас получился список. Значит, во-первых, для упорядочивания рабочего дня, вот этот момент, да, определения того, как должен идти рабочий день, мы создали чатик, назвали его «Сова-вахтер». В этом чатике люди здороваются и прощаются. Утром, соответственно, при начале рабочего дня там пинкуются «Привет» и вечером прощаются. Больше ничего в этом чатике не происходит. Народ при этом там делает это довольно креативно. Кто-то там какие-то гифки постит, где-то еще что-то. Ну, кто-то просто плюсик, да, там кому как покомфортно. Я в этом чатике каждое утро скидываю короткий видос с каким-то приветствием. Иногда что-то добавляю туда, иногда просто приветствие, да, то есть как элемент личного присутствия. И это очень важный для меня, например, тоже момент, потому что с этим видеоприветствием я точно должна знать, что, ну, то есть оно скидывается всегда в одно и то же время, в 10 утра, то есть к 10 утра у меня уже все должно быть налажено, приготовлено. Вот я стартую рабочий день, закидываю это видеоприветствие в чатик, и мы идем фигачим. Когда кто-то уходит на обед, на перерыв на обед, он ставит статус соответствующий, да, что я на обеде. Соответственно, в рабочее время человек находится на связи, так как он находился бы в офисе, это важно. Вот, то есть если ты на обеде, ты ставишь статус, что ты на обеде. Если ты уже отметился в чатике и еще не на обеде, значит, ты на связи. Вот, значит, второй элемент мы добавили созвоны. Раньше коммуникация, созвоны между ведущими менеджерами, вот. Раньше коммуникация между руководящими точками у нас была довольно живая, происходила, в принципе, ну, вот как потоки, да, там. С утра летучку у меня в кабинете, по дню там разблюдовку делали по процессам, а потом в процессе уже можно там выйти, крикнуть, вот. Поэтому, конечно, я больше всего скучаю. Дверь открываешь и говоришь, ай, 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 тебе там подходит что-нибудь, ай, ай, тебе. Это, конечно, весело, вот поэтому и скучаем, но это уже такой человеческий фактор. А так мы сделали созвону, значит, сделали чатик стражи. В этот чатик входят все менеджеры процессов тех или иных, и каждое утро мы чекаемся, и у нас проходит, ну, вот, как бы ежедневная летучка, да. У нас есть документация, табличка со всеми проектами, там перечислены все проекты, их актуальное состояние, какие таски в работе, кто работает, даты дедлайнов, сколько времени на проект отведено, сколько времени затрачено. Каждое утро менеджеры проходятся по всем этим точкам со мной и с моей ассистенткой, мы все это дело контролируем, да, насколько мы соответствуем планам, насколько у нас все под контролем. Мы проходимся по всем этим точкам, прикидываем план на день. Потом мы проходимся по каким-то организационным моментам. Вот сейчас у нас, например, добавилась целая история, это вот онлайн-активности, по онлайн-активностям, еще по каким-то планам. Вот, то есть все прикидываем, все организационные вопросы. Вот. И вечером каждого дня, уже созвонов здесь не происходит, мы просто, как это было и пока мы сидели оффлайн в офисе, мы собираем все, что сделано в студии, весь Ортец, в один документ в нашем конфлайнс, и я даю общий фидбэк по нему. Ну, смотрю по проектам, по каким-то проектам фидбэк не требуется, там все идет по накатанной, да, по каким-то требуется. Ну, в любом случае, вечером каждого дня я смотрю срез по всему арту по студии. Вот. Раньше при этом у нас была практика, что вот этот вот срез по всему арту по студии обсуждался голосом с ведущими художниками проектов, с арт-менеджерами. Там мы, ко мне арт-менеджер приходил, мы садились, проговаривали все по доку, и потом она либо писала, кому-то писала, кому-то проговаривала, кому-то на словах, в общем, разносила это все в команду. Но сейчас, как бы, вот это вот все сначала созвониться, проговорить это все, потом ей созвониться с каждым, или там написать каждому, это будет потеря времени. Да и в принципе фидбэки через письменные какие-то моменты, или еще что-то, потеря времени, мы пользуемся активно видеофидбэками. То есть я открываю документ, краткий комментарий пишу словами, если требуется какой-то более длинный разбор, я пишу видеофидбэк с демонстрацией экранной, и складываю кучкой в папке, потом она берет эти видеофидбэки, разносит соответствующим исполнителям. Это такая удобная система. В принципе, как я уже говорила раньше, сам переход технически на удаленку для нас с особыми проблемами не обернулся. Все как работало, так и стало работать. Из-за того, что поменялась позиция конечного исполнителя, ничего не изменилось, наоборот, улучшилась эффективность в общем и целом. Но очень важный вопрос именно человеческого фактора, психологический, и он начинает быть заметным в долгой перспективе, как мы ведем себя, как мы воспринимаем процессы, и насколько мы эффективны на удаленке. И здесь надо сказать, что я в последний момент плотно работала из дома лет 7 назад, когда я была фрилансером. Больше года я плотно прямо сидела на фрилансе, до этого там соу-соу были моменты, но после этого я вышла в компанию работать, через какое-то время стала там ведущим художником, а потом понеслась. Там просто вот, ну, стала ведущим художником, потом арт-директором, потом студия, конференции, движухи, танцы. Да, там как мое основное хобби я танцевала до старта изоляции, где-то там по 4 раза в неделю, иногда по 5. Вот, то есть очень много, во-первых, очень много социальных контактов, а во-вторых, весь мой график был привязан к внешним событиям. Утром надо пойти на работу. На работе потом приезжает как бы там обед в какой-то момент, и мне моя ассистентка говорит, давай два часа. Ну, это очень важно, потому что без этого я могу забыть вообще, что какой-то обед существует, что нужно оторваться и поесть, да. Вечером ты с работы уходишь, вечером есть танцы, как тоже такой формообразующий момент. Какое-то время я как-то закопалась в процессе и на танцы подзабила довольно сильно. Я потом поняла, что нет, так невозможно жить, и что, как бы, если вечером, вот когда вечером танцы начинаются, значит, я заканчиваю работу и иду на танцы. И вот таким образом какие-то внешние факторы формировали мой рабочий день. На удаленке все это дело превращается в такой постоянный день сурка, нескончаемый, особенно учитывая, что у нас сейчас самоизоляция, да, мы не выходим из комнаты старательно, не совершаем ошибок, чтим Бродского, вот, и я поймала себя на мысли в какой-то момент, первое время все было бодрячком, особенно, да, там команда расселась, но мы еще носимся туда-сюда, у нас заморозка офиса, там работа с техникой, там туда-сюда кому-то ее переотправить, плюс еще мы пересели на удаленку до старта всеобщей изоляции, были какие-то поездки и так далее, а потом это самое горение по всем фронтам по поводу того, как наладить процесс, и все как-то это живенько и немножко как-то хаотично, а потом уже входишь в рабочий ритм, и в какой-то момент я обнаружила, что я села работать в понедельник и закончила в пятницу, и все это воспринималось как один день, у меня не было вообще в голове какого-то понимания того, что сменялись сутки или что-то, разделение какого-то, это все было как один нескончаемый рабочий день с перерывами на поспать, вот, и тут стало понятно, что хватит это терпеть, и нужно вспоминать старые какие-то привычки из времени фрилансерской жизни, мы еще все эти вещи обсуждаем с командой, на созвоне делимся опытом и так далее, это я попозже расскажу тоже про командное взаимодействие с этой точки зрения. Так вот, для того, чтобы адекватно работать на удаленке, особенно в режиме самоизоляции, не сойти с ума, особенно если ты экстраверт, что, в общем-то, моя история, я все становлюсь все экстравертнее и экстравертнее с каждым днем, какие могут быть советы. Создание распорядка дня. Лично я достаточно хаотичное существо по своей природе, и вот, ну, в ситуации, где меня ничего не ограничивает, у меня не будет никакого распорядка дня, я буду просыпаться, когда просыпается, кушать, когда голодно, засыпать, когда скучно. Вот, эта история вся уже осталась в прошлом, в связи с работой, нужно как-то себя систематизировать. Но до старта всей этой истории, до перехода на удаленку, у меня был, наверное, единственный пойнт, который выполнялся мной, это время вставания и приезда на работу. То есть я вставала всегда в одно и то же время и приезжала на работу. Там в 7 встаем, в 9 мы на работе. Все остальное было подчинено внешним факторам. Там обед, когда ассистентка выполняет свой социальный долг и рабочий, там, окончание рабочего дня, когда у тебя уже мозги квадратные и пришло время танцев, ну и так далее. Здесь я поняла, что все это, все, что касается твоего режима, твоего распорядка, полностью необходимо контролировать самостоятельно. И я сделала впервые то, что никогда раньше не срабатывало в моем естественном процессе. Я создала себе график. Режим дня, по шагу по часам расписанный, и этот график каждый день заполняю. Причем, естественно, дело не в том, чтобы ему следовать прямо по букве, да, у меня там прописано, во сколько я встаю, во сколько я начинаю там работать, там, тренируюсь, еще что-то делаю и так далее. Но важно его понимать, важно ему стараться следовать и понимать, что если ты там потратил время вот на это, что произошло вот с этим пунктом и так далее, да, это, во-первых, помогает как-то систематизировать процесс, а во-вторых, создает вот это вот хотя бы умозрительное разделение в голове на конечные временные периоды и убирает вот это ощущение дня сурка. Разделение бытовых и рабочих задач. В рабочее время мы не моем посуду у кота, не выносим мусор там, ну, конечно, в определенных пределах, но очень важно, чтобы быт и работа не смешивались в одно какое-то, потому что, когда ты начинаешь жить на работе и работать дома, все это значит, что как бы у тебя нет личной жизни, собственного пространства, ты работаешь постоянно. И в такой ситуации, когда ты работаешь постоянно, без каких-то вот точек и так далее, все это приводит к тому, что с одной стороны работаешь сильно больше, чем если бы в офисе все это дело происходило, а с другой стороны довольно быстро падает эффективность, потому что постоянно быть сосредоточенным и активным невозможно, плюс домашняя атмосфера расслабляет. Чтобы этого не происходило, нужно разделить. Соответственно, разделить это вот, и тут у меня тоже помечено освобождение вечернего времени, то, что вечером мы не работаем. Тоже очень важный поинт. Недавно был разговор с товарищем. Я говорила о том, что у нас в студии действуют правила, по которым мы выгоняем нафиг народ со рабочего места, если они там засиделись, говорим, все, давай, рабочий день закончился, ищ отсюда. И он говорит, я вот так не могу, если я прихожу на работу, я там засижусь обычно допоздна, потому что вот, ну, мне хочется. И как бы, ну, это проявление какой-то моей сознательности и так далее. И я говорю, слушай, а вот у тебя бывает такое, что ты знаешь, что ты будешь сидеть допоздна, потому что ты там очень сознательный, и при этом ты приходишь, ты просидел допоздна, и пришел поздно, устал, отдохнуть особо не успел, встал как бы утром, ну, такой, и приходишь, и полдня тупишь на работе, потому что знаешь, что времени у тебя еще дофига, потому что будешь сидеть допоздна. И он такой задумался, ну, да. Вот эта вот иллюзия того, что у нас еще дофига времени, потому что мы успеем вечером отработать то, что не успели днем, она ведет к увеличению процента прокрастинации днем. То есть рабочий день заканчивается. Если ты не успел сделать, что ты должен был в свой рабочий день, значит, ты как бы пролюбил, да. Значит, ты уже несешь ответственность за последствия, и будешь завтра, в свой следующий рабочий день, их решать. Если ты там не справляешься, то это будут последствия. А вот эта вот история с тем, что как бы у меня 24 часа в сутках, а не 8 часов в рабочий день, это очень большая ловушка. Значит, чтобы разделить свое рабочее и личное время, мы создаем ритуалы. Ну, то есть какие-то определенные действия, которые помогают нам настроиться, создать вот это разделение психологически, физически. У меня ритуалы примерно такие получаются. Соответственно, утром я встаю, перед началом рабочего дня я навожу абсолютный порядок в комнате. Для меня это важно для того, чтобы сосредоточиться и так далее, чтобы нигде ничего не валялось, не лежало. У меня по офису там в моем кабинете не валяются носки на люстре. Вот. То есть все там, все на своих местах, все лишнее убрано, все чисто. Если вечером где-то что-то у меня раскидалось, и я упала лицом в кровать, потому что уже больше не могу в морфей где-то это утром, это все сначала приводится в порядок. Завтракается, все там с утра я новости смотрю, какие-то, да, там что-то читаю и так далее. Очень дисциплинирующий для меня момент это те самые видеосообщения в общий чат, потому что видеосообщения в общий чат уже нужно как бы привести себя в порядок. И если ты там вот такой вот пришел, сказал здрасте, так не получится, да, нужно марку какую-то держать и уже как-то будет препарать. И получается очень хорошее, четкое разделение, что встал, прибрался, все сделал, привел себя в порядок, записал видос, со всеми поздоровался, сел. Ну и у меня есть еще музыка на старт рабочего дня, которая, ну, рабочая музыка, определенно включаем рабочую музыку, херачим. Вечером, когда рабочий день заканчивается, я включаю лавалампу. У меня есть такая офигенная. Сейчас. Ну что? Лавалампа. Вот. Я безумно ее люблю. Она очень крута. Вот здесь такая надпись еще. А. Alive. Она означает, что вот пришло мое время, уюта, рабочие процессы закончились, я занимаюсь своими делами. Эта история у меня еще с времен работы на фрилансе появилась и прекрасно работает. Включение физической активности в свой распорядок очень важная тема, на самом деле, потому что, кто в принципе у кого в привычке заниматься спортом, тот эту разницу чувствует сразу. Просто не хватает нагрузки, и все, кто занимается спортом достаточно активно, если они перестают им заниматься, у них рушится. Мышцы начинаются там боли в коленях и так далее, и чувствуешь себя так себе. Поэтому оно естественным путем выстраивается. Опаснее ситуация, когда спорт там нерегулярный или его не очень много. И когда мы садимся в такой ситуации, то есть нет спорта отдельно, как какой-то темы, которым мы занимаемся постоянно, а тут все наши естественные перемещения исключаются. Мы сидим. И мало того, что на удаленке, так еще и на изоляции. Представляете себе? То есть просто взяли организм живой, здоровый и посадили его. И когда у нас в такой ситуации как бы снижается активность сразу, у нас замедляются все процессы, ну естественно там все это влияет и на кровообращение и так далее, подобное, что это все медленнее получается и на мышечный тонус. Ну и в принципе организм совпадает в некоторую такую стагнацию. И совершенно естественным путем это влияет на мыслительные процессы, на эффективность. Невозможно быть бодрым и эффективным, если ты не двигаешься. Поэтому спорт обязательно должен быть частью распорядка дня и просто перемещаться по комнате, конечно, оно не компенсирует ничего. Когда его включать? Какой спорт? В каком порядке? Это каждый для себя сам определяет, кому как комфортно. Мы, например, сейчас какие-то спортивные активности в студии в целом пили. Об этом я тоже позже расскажу. Но у меня лично получается так, что комфортнее всего оказалось раз в два дня у меня тренировки физические, ну там нагрузки, к которым более-менее я привыкла. мне удобнее всего их проводить в 11 часов, то есть в 10 у меня там, ну в рабочий день какой-то вот я делаю предподготовку. 33 корабля лавировали, лавировали, да не выловили. Делаю предподготовку, потом, соответственно, стартую рабочий день в 10 часов, в 11 я ухожу на 40 минут на тренировку, соответственно, потом уже возвращаясь в 12 у нас общая летучка и заканчивается мой день где-то в 8-9 вечера. Обычно. Вот. И вечером у меня ежедневные танцевальные активности. Вот. Соответственно, более плотная физуха раз в два дня, танцевальные активности каждый день. Конечно, не всегда удается сохранять этот график именно так, да, то есть в какие-то моменты бывают срочные таски, в какие-то моменты бывает там какая-то чехарда весь день и ты вечером уже никакой, но, тем не менее, к этому графику я стремлюсь возвращаться всегда, когда есть такая возможность. И в итоге чувствую себя сейчас лучше даже в плане физики, чем до этого. Вот. И, соответственно, онлайн-присутствие. Ну, здесь такая тема. Для всех по-разному. Для всех по-разному сказывается вот эта вот история с общением, кому оно нужно в большей степени, кому в меньшей и так далее. Но, тем не менее, все мы, ребята, социальные. И общение, как возможность получать новую информацию, о чем-то делиться и так далее, оно необходимо каждому. И здесь, ну, вот у меня, например, был момент, что я не привыкла к большому количеству онлайн-общения, в принципе, да, то есть у меня все какие-то вещи, они чаще всего проходили в прямом контакте. Рассказать, как у меня дела, там еще что-то как-то показаться, там, узнать, как дела у других людей. В онлайне у меня в основном были контакты по работе, ну и там, что-то я где-то читала когда-то, да. Сейчас вот эта вот история, ну, здесь палка, так сказать, о двух концах, то, что палка о двух концах, а два момента в этой истории важны. Первый – это восполнение социального голода, восполнение инфообмена. Мы как, опять-таки, да, это так же, как со спортом. Если мы не разгоняем тело, мы начинаем снижать свою эффективность. Если мы не разгоняем мозги, мы тоже начинаем снижать свою эффективность. Нам нужен постоянный инфообмен для того, чтобы работал мыслительный процесс. А второй очень важный момент. Если вас нет, в принципе, да, там, то есть вы сидите дома, ни с кем не общаетесь. Если вы пропадаете из онлайна, вы пропадаете, в принципе, из социума, да. То есть в итоге, поняв этот момент, я онлайн-присутствие включила в свой распорядок. То есть как необходимость где-то появляться, что-то читать, комментировать, постить и так далее, просто для того, чтобы не выпасть из присутствия. Давайте теперь плотнее поговорим про психологические факторы, про то, как мы справлялись с резкой сменой процессов, когда ребята, которые привыкли общаться друг с другом, видеть друг друга, и у многих там уже и связи какие-то, да, там, дружбы и прочие вещи, и вдруг мы резко оказались рассаженными по домам, и тут вокруг кризис, там, коронавирус, все такое, как мы с этим справлялись, как сохранять мотивацию команды, как поддерживать и так далее, и тому подобное. Очень важно, как ведет себя руководитель в такой ситуации, критически важно, и очень важно сохранять близкий контакт со своей командой, присутствовать с ними, постоянно показывать, что ты рядом, даже если вы там распределены. Но у нас, соответственно, и менеджеры как бы активно общаются, все лид-артисты и так далее, активно общаются со своими художниками, проводят созвоны, личные беседы в том числе, да, там каждый менеджер контролирует психологическое состояние своих подопечных, и, ну, это в принципе в культуре нашей команды, лично интересоваться состоянием своих коллег, ну, как бы, да, там, разбираться, что с кем происходит и так далее. Вот, ну и в принципе такие моменты, как видосики, которые закидываются в общий чат на старт с приветствиями, да, там общие какие-то созвоны и так далее. Необходимо находиться рядом и показывать команде, что ты присутствуешь, не пропадать там куда-то в свой компьютер. Общие созвоны и обсуждения. На данный момент два раза в неделю мы проводим общий созвон, где-то по часу, на котором мы обсуждаем политику и коронавирус. Потому что важно это в том числе обсуждать адекватно и спокойно. Я со своей стороны стараюсь каждому из таких созвонов составить какую-то общую информацию. Я сижу на нескольких новостных порталах российских и зарубежных, соответственно, отслеживаю ситуацию, смотрю, что происходит в геймдеве, смотрю какие-то там статьи, новости, подкасты и так далее, там какие-то прогнозы и прочие штуки. Сейчас поток в социальных сетях и в принципе в интернете по поводу происходящего, ну, такой средней адекватности бывает. А иногда заглянешь и думаешь, серьезно. И там самое разное происходит. И очень много вещей дестабилизирующих и нагоняющих какую-то панику, страхи или там то толпа придурков побешала шашлыки жарить, то другая толпа там орет, что мы все сейчас там, не знаю, умрем, обнищаем, еще что-нибудь, да. Каждый человек в этой ситуации сейчас один сидит у себя дома наедине с вот этим вот всем, да, и надеется исключительно на собственную адекватность. Ну, хорошо тем, у кого там, кто самоизолируется с хорошими людьми. Но тем не менее, да, тяжело. И именно поэтому мы сделали вот эти вот созвоны, на которых мы обсуждаем. Я рассказываю свою какую-то выжимку, во-первых, да, потому что происходит в принципе в ситуации, что происходит в геймдеве, что происходит в ситуации, как развивается пандемия в мире и у нас, что происходит с экономикой, что происходит в геймдеве, какие настроения, какие новости и так далее. Ребята обсуждают все эти вещи, кто-то делится своими новостями, кто-то делится вопросами, страхами, какими-то сомнениями и так далее. И на эти вопросы мы стараемся там их обсудить, как-то ответить. Флудильные чатики. Флудильные чатики по там каким-то... Вот у нас сейчас появился чатик «Сидим дома», туда там народ скидывает фотки своих рабочих мест, мемасы по теме, кто-то там, кто что готовил, котиков, естественно, мы уже обменялись котиками рабочими местами, да. Вот. Сейчас в том же самом чатике «Сидим дома» мы заводим бота. Вот буквально на последнем созвоне это обсудили. Мы заводим бота, который будет каждый час сообщать, что надо поднять жопку и сделать несколько телодвижений, да, там пройтись по комнате, попрыгать, поприседать и так далее. Это мы как раз обсудили, что рекомендуется, вот как бы каждый час хотя бы немножко двигаться, по пять, по десять минут вот там поставить два-три трека своих любимых и под них поколбаситься немножко для того, чтобы разгонять как-то кровь. И хорошо, если, ну, вот такие общие напоминания, они с одной стороны всем дают возможность вспомнить о том, что сейчас надо подвигаться, а с другой стороны приводят к тому, что вся команда уходит от компа в одно и то же время, да, и этим мы уменьшаем там какие-то мискоммуникации, когда один на месте, а другой нет. И мы поражали на тему того, что это самое «Сава-бот» прокричала, подняли лапы, размяли, и все, все эти самые распределенные команды по всей Москве стали пошли скакать. это тоже такой вот момент веселый, совместный. Совместные активности, игры, обучение, да, все, что у нас, в принципе, и так было, мы поддерживаем игры там онлайн, кто во что играет, копирироваться под темухом, ДНД, кто проводит, да, я при этом не участвую в ДНД, я просто знаю, что ребята проводят, вот у них там есть вечера на эту тему, они продолжают их проводить онлайн. Обучение. Сейчас у нас основные коллективные вот эти вот созвоны, они посвящены обсуждению ситуации, но потихоньку самый такой основной нервяк на эту тему спадает, и мы будем приводить вот этот час полезности и переводить на обучение языками. Еще какими-то вещами у нас, в принципе, вот эта практика с обменом полезностей, она уже была, мы сейчас ее возрождаем. Перенос оффлайн мероприятий в онлайн пространство, сейчас мы перевели уже йогу, у нас по средам йога была в студии, у нас приглашенный тренер приходил, сейчас мы перевели это онлайн, вчера у нас был первый, за вчера. Первый тестовый прогон, будем продолжать дальше, сейчас мы переводим в онлайн наши рисовашки, которые проводились каждый четверг в студии, там с приглашенной натурой и так далее, вот сейчас тоже анонсировали, на следующей неделе будет первый тестовый прогон, и на эти рисовашки придут люди, тоже получат натуру, будут ее рисовать, потом будут получать онлайн фидбэк, вот, думаем про возобновление танцевальных активностей, то есть все, что у нас оффлайн происходило, мы стараемся перенести онлайн, ну и активизация внешнего комьюнити студии, у нас есть группа студии ВКонтакте, и сейчас мы работаем с тем, чтобы повышать свое присутствие там, проводить какие-то челленджи, конкурсы, общие движухи, стримы и прочее, потому что сейчас не только мы сидим на удаленке, но и наши коллеги, фолловеры, другие художники, там, студенты нашей онлайн-школы и так далее, и тому подобное. И здесь есть очень важный момент, что все эти истории, они обязательно должны проводиться, ну, HR-ом, либо его каким-то заместителем или кем-то, причем чаще всего прям на все движухи плотно одного человека не хватает, это довольно много заморочки, в том числе с техническими моментами, с тем, чтобы там все это созвать, там собрать и так далее, вот, поэтому мы сейчас распределили, у нас три человека участвуют в проведении этих всех движух, и все эти движухи как бы очень важно, чтобы был человек инициативный, который зажигает, да, потому что иначе все безусловно за, но вот эта вот домашняя стагнация, она как бы может все это вот, все эти полезные штуки закрывать собой, и мы придем в ситуации, когда каждый сидит у себя дома и поодиночке постепенно, постепенно теряет тонус, ну что ж, на сегодняшний день вот такая у нас ситуация по студии, ну то есть как бы чем удаленка для нас оказалась на сегодняшний день, на старте в первые две недели на самом деле повышение эффективности команды было феноменальным, прямо заметно достаточно сразу быстро было, потому что видимо по двум причинам, во-первых уменьшилось время, которое тратилось на там какие-то разговоры, перемещения и так далее и тому подобное, просто люди стали сосредоточены, при этом что не увеличивалось их время рабочее, то есть вот они как отмечались, кто пришел, кто ушел, в среднем их рабочее время оно осталось тем же. Ну и во-вторых при переходе мы обсуждали все вместе о том, что нам в текущей ситуации нельзя снижать эффективность, да, чтобы с компанией все было хорошо и с нами все было хорошо, нам нужно постараться проследить за тем, чтобы эффективность не упала и как бы это ну привело людей в тонус. Через 2-3 недели у людей пошло, ну у тех, кому психологически тяжело долго сидеть без общения, да, там без смены декораций, у тех, у кого какие-то вопросы с отладкой режима произошли, не удалось самостоятельно в долгей степени отладить режим, или у тех, у кого, кому не хватает там какой-то в принципе поддержки и людей вокруг, на которых он будет равняться, у них может наблюдаться спад активности, и это нужно контролить поштучно, почеловечно, да, то есть нужно обязательно уделять внимание каждому человеку в своей команде, и вот это вот мы проговаривали со всеми темлидами, да, каждому человеку в команде мы уделяем время, мы следим за тем, как он, ставит ли он смайлики в конце своих сообщений, да, вот эта самая тема, ну да, это действительно важно, с какой периодичности он сбрасывает работы, сдвигается ли его график относительно рабочего, да, там и так далее, вот в каком состоянии, если мы видим, что что-то происходит, там, какая-то динамика в какую-то сторону, нужно созвониться, послушать человека, посмотреть на него, и каждый случай какого-то, да, там, какой-то дестабилизации требует индивидуального подхода, с человеком необходимо поговорить и выяснить, что происходит, да, у кого там даунские настроения, у кого вопросы с организацией, у кого еще что-то, чаще всего просто разговор вовремя все это стабилизирует и помогает пройти, но если смотреть в долгосрочной перспективе, естественно, есть люди, которым проще, просто по устройству как бы, да, психологическому проще так работать, есть люди, которым сложнее и на них это сказывается серьезнее, здесь мы все в одной лодке как бы и проходим куда нам куда нам еще деваться а в принципе в разрезе там, например, удаленной команды как таковой здесь, конечно, понятно, что для каждых процессов свои люди и есть люди, которые заточены под удаленные процессы, есть люди, которым это дается тяжело на данный момент общий показатель эффективности выше, ну и в принципе он в достаточной степени стабилизировался сейчас и я вижу возможности его в целом еще повысить, а учитывая, что в текущей ситуации снизились расходы, потому что мы сидим дома, да, логично, расходы на офис и так далее, там подобное, в целом картинка выглядит благоприятным, поэтому мы сейчас создаем систему работы с региональными удаленными кадрами, там у нас не было такой практики до этого, мы сознательно от нее отказались, сделав ставку на обучение, на быструю интеграцию художников в процессы, потому что он прям вот попадает туда, он вот вокруг видит кучу коллег, которые рисуют то же самое, да, он может со всеми пообщаться, поговорить и так далее, обучение проходит быстро, соответственно, это там важный вопрос, да, и важный вопрос по формированию команд, которые сидят в одном и том же месте, работая под ним и тем же проектом, но сейчас мы вынуждены, ну вот вынуждены ситуации на удаленке, и раз уж мы строим процессы таким образом и находим свои плюсы и понимаем, что это все работает, отлаживается, значит, нужно использовать плюсы этой ситуации по максимуму, и в наши процессы интегрировать распределенную работу уже в принципе, в том числе с региональными кадрами, и следующее масштабирование команды, которая у нас намечается, оно будет проводиться в том числе с учетом возможности работы с удаленкой. на этом я свой доклад заканчиваю, всем вам желаю здоровья, сил, бодрости и продуктивного, продуктивного, продуктивной самоизоляции, все хочу назвать карантином, но это не карантин, слава богу, карантин, когда уже болеешь, вот, так что будьте здоровы, вот, и я всем, всем вам шлю виртуальные лучи добра. БОДРА 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 Продолжение следует...